Сегодня на новом участке улицы Ленина идет активная подготовка к основной работе. Начался монтаж приемных колодцев ливневой канализации. Еще в январе очистили территорию. Здесь вырубили деревья и кустарники. Все это лишь часть реализации программы «Стимул». В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на 2022 год по программе «Стимул» запланирована работа по строительству улицы Ленина. Длина данной улицы составляет 844 метра. Строительство улицы Ленина подразумевает устройство автомобильной дороги, строительство ливневой канализации, переустройство инженерных сетей и благоустройство тротуаров, освещения. Подрядчиком стал ООО «Танып». Его определили на электронных торгах. Стоимость контракта – более 115 миллионов рублей. 98% средств получены из федерального бюджета. Остальное выделила республиканская и городская казна. Сейчас на участке вовсю работают спецтехника и строительные бригады. В зимнее время планируем переустройство ВЛ в 6 киловольт, а также на летний сезон остается переустройство теплотрассы. Это расширение компенсатора теплотрассы, а также защита трех водоводов различных диаметров. Сама дорога будет соединяться с улицей Заводская. Протяженность составляет 845 метров. Это по 8,5 метров проезжая часть в каждом направлении. А также с двух сторон тротуары по 3 метра. И также включает в себя две остановочные площадки. По окончании строительства продолжения Ленина в городе появится новый автобусный маршрут. В планах он выглядит именно так. По Березовское шоссе Ленина здесь у нас дорога на нефтебазу есть. По ней выезжаем в Михайловку. И по Михайловке улица Родниковая. И НБШ мы будем возвращаться в город. И также в обратном направлении. Срок строительства по контракту два года. Но подрядчик рассчитывает на то, что объект сдадут уже к концу 2022-го. Наблюдать за ходом работы будет Росстройконтроль. Карина Анисимова, задавлечен информационная программа «Время новостей».